В мире мои животные, они ездили на аттракционы. Самому Димке до аттракционов еще далеко. Шов от аппендицита заживает. На детской хирургии он уже неделю, как и пятилетняя Алиса. Малышку чудом положили вместе с мамой. Лето, пациентов меньше, чем обычно, появилась свободная койка. Самое сложное, что мы попали в такую жару. В палатах очень жарко, даже открыты всегда двери и окна, но все равно сквозняки нас не спасают. Очень много народу, 8 человек нас в палате. И, конечно же, не хватает хорошей ванной. Такая теснота во всех палатах областной детской больницы. Врачи честно признаются, места не хватает, условия от комфортных далеки. Скажем, норму 6 квадратных метров площади на человека уже давно не получается соблюдать. В этой палате должно по нормативам 5 коечек, 5 детишек. В данный момент находятся 7 детей и 2 мамы. Это можно представить на такое помещение, какой просто расход кислорода, не говоря уже все на остальном. Переезда в новые корпуса ждут с нетерпением. Завхирургия Юрий Балалаев говорит уже мысленно в мечтах прошел по своему будущему отделению. А сегодня центральное здание строящейся больницы, так называемый корпус Б, в реальности изучал глава региона. 400 коек, 12 отделений, все это пока смутно просматривается в ремонтной пелене. Но ясно одно, это будет во всех отношениях больница нового поколения. Современный рентген и реанимация, компьютер-метомограф и кондиционеры в каждой палате. Вот сейчас я захожу в обычную стандартную палату новой областной детской больницы. В каждом помещении, как вы видите, отдельный санузел, что немаловажно для пациентов. Ну а вот это, собственно, и есть та палата, где будут установлены койки. И здесь впервые мамы получат возможность лежать вместе со своими малышами. По одной стене будет установлена маленькая койка, детская. По второй стене большая кровать, взрослая. Вообще-то в народе за этими корпусами прочно укрепилась слава долгостроя. Детскую областную строят почти 25 лет. Три миллиарда рублей такова цена вопросом, как найти такие деньги, долго решали власти. Пошли по пути инвестиций и работа закипела. Планируем до Нового года завершение монолитных работ. Укупорку здания кирпичом и установка окон на первый и второй этаж. Оперативка прямо на крыше. С высоты пятого этажа видно все корпуса и все работы. Сейчас на этой стройке трудится 400 человек, чтобы строго выдерживать график. Главврач детской областной Светлана Тюлькова говорит, впервые появилась уверенность, что стройка будет закончена. Темпы стали современные. Вообще принято во всем мире лечебные учреждения строить в полтора-два года. Почему? Потому что медицина стремительно развивается, изменяются технологии. И изменять уже по готовому проекту – это всегда накладно. Работы должны завершиться в декабре 2011 года. Но уже сейчас ребром встает еще один вопрос. Специалисты для новой больницы. Их придется приглашать в Вологду, а значит обеспечивать жильем. На сегодняшней оперативке мы приняли решение о строительстве жилья для приглашенных специалистов. Начнется строительство пансионата или гостиницы на территории детской больницы, где будут и родители, которые приезжают, будут с детьми. Ну и, конечно, там будет общежитие для молодых специалистов, кто приедет сюда работать для начала, пока получит свое постоянное жилье. Контроль ежедневный на всех этапах, в каждой мелочи, вплоть до размещения розеток. Потому что это стройка номер один. Год 2011 наконец поставит точку в такой долгой больничной истории.